Привет ребят! Прошу прощения за долгое отсутствие на канале. Так сложились обстоятельства. За время пока меня не было, я много чего обдумал и решил изменить тематику своего канала. Она по-прежнему останется игровой, но теперь я не буду выкладывать игровые ролики своего геймплея, так как скилла у меня нужного нет и это не особо интересно смотреть. В общем, мой канал будет связан дальше с игровой тематикой, но я буду снимать ролики про фпс и разные плюшки в играх, чтобы вам было комфортно играть, а также по оптимизации системы и многое другое. Всё, что вы захотите и видите ещё на моём канале, можете писать в комментариях. Все ваши комменты я прочитаю и попытаюсь на них ответить. Приятного просмотра! Заранее предупреждаю, все способы, которые вы увидите в этом видео, являются сугубо моим мнением. И если ни один из этих способов не поднимет на фпс, то вы с лёгкостью можете поставить дизлайк этому видео и написать мне в комментариях, какой я мудак. Мы начинаем. Первый способ, который вам может помочь, это оптимизация вашей системы. Для этого я использую Adventure System Care. Эта программа доступна как и в фри-версии, так и в про. Сама программа выглядит так. В данный момент я использую фри-версию, но хочу сказать, что если порыться в интернете, можно найти ключ от про-версии и активировать совершенно бесплатно. Также если я найду тот ключ, который я использовал, чтобы активировать про-версию, я обязательно напишу его в описании видео, чтобы вы могли воспользоваться. Мне не жалко. В этой программе я использую всего лишь два пункта. Это очистка и оптимизация и ускорение системы. Начнём с очистка и оптимизация. Вот здесь вы можете выбрать то, что вы хотите оптимизировать. Например, я выбираю вот это. Вы можете выбрать всё, что вы хотите. И нажимаем Пуск. После того, как программа окончит свою работу, не забудьте перезагрузить свой компьютер, чтобы всё сохранилось. На этом мы можем закончить с этой вкладкой. И перейдём к следующей. Итак, следующая вкладка Ускорение. Нажимаем её. И здесь мы можем запустить ускорение своей системы. И также сделать глубокую оптимизацию. Следующий способ заключается в добавлении виртуальной памяти. Ну или же другим языком файла подкачки. Я уверен, что если вы кликнули на это видео, значит вам чего-то не хватает в вашей системе по требованию игры. Как вы знаете, эта игра довольно требовательная. И она просит 8 гигабайт оперативки. Если вам каким-то образом не хватает оперативки, то вы можете или докупить её, или воспользоваться этим способом. Сейчас мы посмотрим, как же пользоваться этим способом. Итак, для начала нажимаем на мой компьютер. Правой кнопкой мышки и свойства. Ищем дополнительные параметры системы. Выбираем их. Здесь, если вы находитесь на вкладке имя компьютера, вы должны нажать на вкладку Дополнительно. Здесь вы выбираете параметр Быстродействия. Как вы видите, в этом параметре можно обеспечить наилучшее быстродействие. Если хотите, можете нажать. Но тогда ваша винда превратится в нечто странное. Ну, в общем, не рекомендую этим пользоваться. Пусть остаётся всё как есть. А мы перейдём к файлу подкачки. Нажимаем Дополнительно. И здесь вы видим Виртуальная память или файл подкачки. Нажимаем Исменить. Снимаем галочку Автоматически выбирать объём файла подкачки. Выбираем диск, который будет донором нашей памяти. Например, я выберу диск B. Также хочу сказать, что никогда не выбирайте тот диск, на котором у вас установлена винда. Так как он и так нагружен. И нагружать его дополнительно не имеет смысла. А также, если вы будете это делать, есть вероятность, что ваша винда полностью слетит. Поэтому рекомендую использовать любой другой диск. Ставим галочку напротив указать размер. И здесь мы должны выбрать память, которую мы хотим добавить. Сразу хочу предупредить. Здесь вы не можете вписать 8000, так как это не является правильной памятью. Если вы не знали, то любая операционная система использует двоичную систему вычисления. Это значит то, что любое цельное число не является правильным. То есть, этот факт можно объяснить таким образом. Что ваша оперативная память, например, на 1 гигабайт в мегабайтах, это будет 1024. Если вы, допустим, хотите вписать 8 гигабайт дополнительных, то стоит вписать 8192. Также, я забыл сказать, что ваше максимальное значение памяти, 8 гигабайт, например, вы должны вписать в максимальный размер. Ну а сюда вы можете вписать или 5 гигабайт, или 4. Чтобы правильно все написать, воспользуйтесь самым легким способом. Это 1 гигабайт умножать на 8. 1 гигабайт равняется 1024 мегабайта. То есть, вы 1024 умножаете на любое количество памяти, допустим на 8. В итоге получается 8192. После того, как вы выбрали правильное значение, нажимаем задать. После этого, вам нужно перезагрузить свой компьютер. Лично я добавлять в виртуальную память не буду. Но как это сделать, вы сейчас увидели. Следующий метод, о котором я хочу рассказать, особо нельзя назвать способом. Поэтому будет методом. В общем, когда вы заходите в Steam, нажимаете на свою библиотеку, выбираете эту игру. Вы должны в свойствах, в параметрах запуска, вписать минус height. Сейчас вы видите, как это пишется на экране. Эта консольная команда дает вам преимущество такое, что ваш процессор будет использовать максимальную нагрузку, когда вы будете включать эту игру. То есть, всю его максимальную мощность он будет передавать именно этой игре. Ну, тем самым, это должно вам немножечко помочь. Ну и напоследок хочу сказать. Не забывайте обновлять драйвера своей видеокарты. Так как это тоже иногда помогает. В общем, больше способов я, к сожалению, не собрал. Так как это, наверное, все способы, которые лично знаю я, чтобы немножечко вам помочь. Пишите в комментариях, если я смог помочь. Если нет, пишите тоже, в общем, в комментариях. Буду знать, что это видео не особо получилось удачным. Спасибо за просмотр, ребят. И до нового видео, если оно вообще когда-нибудь выйдет. Из-за них всегда внук. Спасибо за просмотр, ребят. Спасибо за просмотр, ребят.